Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И мы продолжаем с вами подводить итоги 2020 года, который плавно покидает нас и, конечно же, оставляет нас с некоторыми проблемами, которые как раз зародились во время его царствования. Сегодня у нас в гостях первый заместитель председателя Совета депутатов городского округа Люберцы Александр Шалопак. Здравствуйте! Добрый день! Во-первых, понятно, что для всех нас и для людей, которые занимаются саморазличной деятельностью, и у депутатов это еще как бы дополнительная такая нагрузка сверху, все это происходило. Давайте начнем с подведения итогов. Все-таки была жизнь до пандемии, очень коротенькая, до 8 марта фактически. Потом начинается вот этот пандемический период. Как депутаты столкнулись с этой ситуацией и как была перестроена работа? И вообще, насколько пандемия разрушила все планы депутатов или не разрушила? Добрый день, дорогие люберчане! Добрый день еще раз! На самом деле год был тяжелый, вы правильно все сказали. Работы было очень много, несмотря на то, что велись разные ограничения роды. И я могу сказать, у депутатов работа прибавилась. Прибавилась в том плане, что депутаты перестроили свою работу, начали работать, помогать жителям, начали помогать волонтерам, которые были созданы... То есть добровольцы это называется, да? Да, они принимали участие как волонтеры, и в настоящий момент, если мы так будем разделять с вами, первую часть заболевания, это когда люди начинали болеть весной, и вторую часть, которая пошла осенью, то сейчас и тогда весной депутаты продолжают волонтерить, оказывать точечную помощь нашим жителям, непосредственно приходят, помогают. Где-то надо покупать продукты, где-то ходят в аптеку, где-то помогать какими-то другими моментами. Были даже случаи у нас интересные, кому-то мы и дрова возили, да, было очень много таких моментов интересных. То есть эту работу депутаты непосредственно выполняют. Ее стало очень много. Да, но и возникает вопрос, видимо, в связи с этим пришлось отложить многие проекты, может быть, даже насущные, которые были допыдными, или нет? Нет, вот смотрите, я же сказал, что работа прибавилась. Та работа, которая была, вся она полностью осталась, вся полностью сохранилась. Депутатский корпус проводил также заседание. Единственное, мы ушли немножко в онлайн режим, проводим заседания. Они остались, но мы придерживаемся прелюсти постановления губернатора Московской области. Как только ограничения будут сняты и будет возможность, то, естественно, и все депутаты давно уже хотят собраться. Ну да, увидеться хотят. Увидеться хотят все вместе, да. А та работа, которая была, мы всю выполняем полностью. То есть и встречи с жителями, и приходим и онлайн, и оффлайн проводим встречи. И жители могут к вам обратиться, и обращались. И обращаются, и приемы жителей мы проводим, и выходим в люди, общаемся тоже. Это все осталось. Ну, естественно, с мерами предосторожностей, которые нам рекомендовал Роспотребнадзор, мы все исполняем. Ну, какие глобальные проекты, несмотря на пандемию, понятно, что мы об этом чуть отдельно поговорим попозже, какие-то были планы по самым разным направлениям. Да, ЖКХ, социальная программа, программа, связанная с дорогами, медицинская, опять же, сейчас отдельно говорим. Вот что-то удалось сделать из того, что планировалось, какие-то проекты в течение этого года? Все, что у нас было запланировано, все эти проекты реализовались. Даже несмотря на то, что были ограничения по движению, закрыта была фактически, Московская область, пропускная система была, все равно работали? Да, нет, ну, в какие-то периоды ограничения мы не работали, да, но просто перенесли сроки на... Когда стройки не работали, они не работали, а потом работали. Да, да, все это нагнали, все это сделали, все наказы избирателей, которые поступали, были отработаны. Более того, приняли бюджет, бюджет сохранил свою социальную направленность, и в следующий год, то есть мы вступаем уже в том рабочем темпе, который у нас был ежегодно. А бюджет вы принимали, исходя из ситуации, естественно, которая сейчас сложилась? Ну, конечно. Что-то там, может быть, добавили куда-то? Ну, конечно, да, посмотрели, где какие-то нужды были, там добавили, где это было излишеств, или, скажем так, можно было, перекинули, были передвижки в статьях бюджета. Ну, то есть вы уверены, этот бюджет приняли? Нет такого ощущения? Ну, чтобы жители понимали городского округа Люберца, что депутаты подошли к схеме этого сюжета, исходя из того, что год был таким сложным, и будущий год все-таки мы, наверное, еще коснемся до весны, наверное, как минимум. Нам сложно сказать. Ну, мы можем предположить, я как журналист могу предположить, что все-таки будет социально направленность сохранена, все выплаты, которые положены по этой программе, они будут сохранены, и те программы, которые можно будет, если речь идет о строительстве дорог или там придомовых участков и ликвидации каких-то, не дай бог, чрезвычайных ситуаций, будут происходить в каком-то том рабочем режиме, который есть. Да, да, так и есть. То есть нигде не приходилось отчипывать, да? Чуть-чуть образования, чуть-чуть культуры. Ни в коем случае. Кстати, об образовании. Вот тоже показала эта ситуация, что те же, да, мониторинг зданий, дети ходят только, вот я имею в виду, разные школы, разный возраст, имею в виду. Как вот сейчас мониторится вообще работа всех этих органов нашего, вот нашей жизни? Идут ли какие-то проверки? Депутаты как-то приходят в гости? Или все в онлайне? Нет, все правильно. Вопрос очень актуальный, очень хороший. Хотелось бы рассказать и телезрителям, и вам в том числе. Помимо волонтерской помощи, которой депутаты, почему я сказал в начале разговора, что объем прибавился. 1 сентября фракция «Единая Россия» полностью всем составом проконтролировала все школы на предмет подготовки, на предмет средств, предписанные Роспотребнадзором. Каждый депутат лично сходил в школу. Вы можете зайти на страничку депутата, как в социальной сети, так и на избирателя депутата. Это все посмотреть. Это первое. Второе. В настоящий момент мы продолжаем мониторить. Мониторить не только школы и общеобразовательные учреждения. У нас входит мониторинг аптеки, на наличие доступности прежде всего тех лекарств, которые необходимы для лечения заболеваний, в том числе и вирусной этиологии. Второе. У нас идет, мы мониторим в том числе цены на продукты, на жизневажные. Это непосредственно депутаты принимают участие. Ну и президент совсем недавно сказал, что что-то у нас там с ценами происходит. И премьер-министр сказал, что надо все-таки как-то обратить внимание, потому что я же прекрасно помню, это касается и больших городов, и других регионов, когда, помните, на волне весной вот этого распространения коронавируса народ начал сметать все подряд с полок. И тогда говорили, не нужно, не нужно этого делать. Но если мы сегодня приходим, мы видим, что гречка уже никогда не вернется на тот уровень ценообразования, который был. Но, опять же, не депутаты этот уровень создают. Но, тем не менее, наверное, следить нужно. Почему? Потому что есть люди, которые хотят заработать на этом. Не только на продуктах, на лекарствах, на всем чем угодно. И как, например, если вы увидели, отмониторили, как вы поступаете? Вы куда-то запрос можете направить, что цены вот в таких-то магазинах завышены в два раза? Во-первых, мы ходим, у нас есть активисты молодой гвардии, есть партийный проект «Народный контроль». В рамках этого проекта мы как раз мониторинг, в том числе, это производим. С нами идет работник торговли. И сразу же непосредственно выписывается акт, составляется предписание, если это есть нарушение, если нет, делаются замечания. И мы потом вместе это контролируем, исполнение тех или иных замечаний или предписаний. Более того, помимо магазинов, мы еще и так же мониторили и продолжаем мониторить общественный транспорт. Потому что, допустим, кто-то сел без маски, кто-то не закрылся, водители не обращали внимания. Была большая мониторинговая работа проведена. Совместно с администрацией нашей. Я сам непосредственно лично ходил, контролировали. Контролировали также, помимо этого, еще и контролировали оплату карты «Стрелка», чтобы принимали. Работали терминалы, чтобы у всех каждого были рабочие. Вся эта работа была и сейчас, в настоящий момент, проводится, была проведена. Вот в этот как раз период активный. Поэтому мы очень много работы стали делать то, которое мы раньше не занимались, не делали. Которой не было этой работой. Но вы согласитесь, что часть этой работы все-таки уже, можно сказать, сделана, потому что действительно редко уже сегодня встретишь, по крайней мере, в транспорте человека, который принципиально маску не носит. То есть все-таки людей научили, приучила к чему-то. Это наша жизнь. И, наверное, в этом есть и ваша заслуга. С другой стороны, возникает вопрос, например, у такого активного гражданина. Ну вот, они ходили там маской заниматься, транспортом занимались, магазинами. А как же с моей дорогой? А как с трубами? Как вы подошли к отопительному сезону? Были какие-то проблемы? Или это все равно было все время под контролем? Почему? Я еще раз говорю. Вот ощущение, что настолько эта пандемия всю страну и весь мир, чушь там, да, немножко придавило, что, возможно, от чего-то приходилось отказываться. Во все ли дома пришло вовремя тепло? Не было ли каких-то эксцессов? Не было все время. Программа была выполнена. А как этот контроль осуществлялся? С помощью сигналов людей? Или кто же как-то вот обходили, проверяли все, ну, условно говоря, котельные? Ну, это есть целый процесс, это есть подготовка. К зимнему сезону эта подготовка начинается с весны. Просто весна сложная в этом году. Да, все было сделано в графиках, все запустили. В всех домах есть тепло, все жители получили в соответствии с постановлением и губернатора. А депутаты как-то принимали участие в планировании самих вот этих антипандемических действий, да? То есть вы могли участвовать, например, в том, что да, мы считаем, что нужно ограничить там походы туда, там мы должны уменьшить время работы магазинов. Или вы получали только какую-то команду от губернатора и строго выполняли эти поставленные, и от Роспотребнадзора. Ну, смотрите, конечно, есть документы, которые идут в рамках постановления губернатора, да, отработки Роспотребнадзора. Но помимо этого у нас еженедельно собирается штаб по данным вопросам. И все вопросы мы там решаем. То есть поддержка этих бизнесов тоже? Поддержка бизнеса есть. Вот. Это есть, да. Просто непосредственно мы, конечно, есть поддержка бизнеса. Вы же можете сигнал просто передать на более высокого. Ну, конечно, да, да. Просто, конечно, есть и федерального уровня, и регионального, и муниципального. Есть определенные программы, которые идут в поддержке бизнеса. Все это есть. То есть и она реально работает? Конечно. Потому что прессу-то мы разную читаем. Конечно, она реально работает. Кого-то освободили от уплаты налогов, кому-то снизили налог, кому-то налог отсрочили. Все это было сделано еще в апреле месяце. А вы вот как-то контролируете или, скажем так, мониторите ситуацию? Опять же, вот я возвращаюсь, какие-то, ну, исчезают там с магазинами, я не знаю, с какими-то услугами. Город как-то меняется? Или более-менее вот когда помощь приходит, удается сохранить что-то? Не закрывать, знаете, как вот идешь в другом каком-то городе. Аренда, аренда, аренда. У нас такого не будет в городском округе Дорце? Ну, все зависит. Все заканчивается. Все зависит от покупательской способности населения. Почему у нас и не вводят, такое модное слово, локдауна, да? Да, у нас его не вводят, и многие отказываются от него. Почему? Потому что очень сильно бьют по экономике. Вот, ну, мне сейчас сложно дать оценку вот именно по закрытию бизнеса, по арендам, по всем. Я единственное могу сказать только по тем ситуациям, которые были там, вот, вот, мои друзья, бизнесмены есть. Да, вот только от их и могу мнение услышать. А сделать справку, у меня такой информации нет, к сожалению. Что касаемо... Если парикмахер к вам придет, в салон и скажет, вы знаете, нам не на что жить, что нам делать. Ну, ко мне никто не приходил, я поэтому не готов сказать. Значит, есть на что жить. Ну, значит, да. Будем надеяться. Ко мне вот бизнесмены по этому вопросу не обращались. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, а вот во второй части я хотел, чтобы мы поговорили все-таки вот еще о медицинской составляющей, потому что вот к несчастью великому и с другой стороны к счастью, что показывает, что наша медицина справляется с этой ситуацией. Пришлось ее, конечно, серьезно поменять. И насколько вот депутаты сейчас рассматривают вот это медицинское направление, может быть, какие-то есть дополнительные векторы развития. Это программа «Открытый диалог». Через некоторое время вернемся в студию. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. А в гостях у нас первый заместитель председателя сайта депутатов городского округа Люберц Александр Шлопак. Итак, немножко на медицинскую тему поговорим. Понятно, что это такой глобальный разговор. И тут целое, как бы у нас столько новых, вернее, органов известные, но они столкнулись с этой проблемой. И Роспотребнадзор, и Минздрав, и все-все-все-все, что связано с вот этой вот ситуацией с пандемией. Но, тем не менее, что депутат, как депутаты поучаствовали в медицинской составляющей? Во-первых, я хочу сказать, что поблагодарить медиков, прежде всего, и тех медиков, которые трудятся на благо наших люберчан. У нас открыт здесь ковидный центр на базе ФОК Люберецкий. Люди поступают не только из Люберец, но и из Московской области. Причем медики продолжают лечить также и те заболевания, которые помимо вот этой инфекции коронавирусной остаются. Так и хочется сказать словом, обычные заболевания. Обычные. К сожалению, они тоже заболевания, но не те. Продолжают исполнять операции, которые плановые должны проходить. Да, они все имеют место быть. Сейчас идет распределение потоков, чтобы не пересекались те, кто в вирусной теологии болеет, с обычными больными. Это прежде всего. Во-вторых, мы как депутаты держим эту ситуацию на контроле. Мы постоянно мониторим эту ситуацию. Также мы присутствуем еженедельно и знаем, что происходит в городском ОКГ Люберцы на штабах, которые проводятся. И также мы оказываем помощь. Какого рода, допустим, помощь мы оказываем? Весной мы покупали лекарства в учреждении дополнительные, когда была нехватка в самом начале. Мы депутатами скидывались и помогали на больнице. Докупали, скажем, для профилактики непосредственно медицинскому персоналу. Сейчас мы ездили, фракция «Единая Россия» ездила в больницы. Мы покупали гранаты врачам, акции проводили, зеленый чай. То есть давали те витамины, которые необходимы, тем самым мы их подбадривали. Поэтому постоянно мы держим под контролем и с врачами постоянно на связи. А вас ставят в курс дел, как ситуация с пандемией развивается? Конечно, все цифры есть. Койки, вот это самое страшное. Ежедневно, ежедневно полностью информацией мы владеем, ежедневно информация приходит. Сколько в Люберцах заболело, к сожалению, сколько умерло, сколько поступило, сколько выздоровело, какая ситуация. У нас эта информация ежедневно мы и владеем. Мы полностью контролируем, где надо включаемся, где надо помогаем. Вот сейчас такой глобальный вопрос, да, понятно, что цифры, как-то человек такое существует, быстро ко всему привыкает, даже к плохим цифрам. Но, тем не менее, вот нас сейчас слушает какой-то человек, который, ну, боится заболеть. И как-то он переживает. Койки хватит, не хватит. Если вдруг, не приведи Господи, да, ухудшится ситуация. Тем более, что при всем уважении, Новый год такой праздник, что может быть какая-то скучность людей. Вот не останется человек на улице со своей проблемой? Ну, вы знаете, у нас такая сейчас складывается ситуация, что человек на улице не останется. То есть, как я наблюдаю из работы здравоохранения, то есть есть запас, есть запас койек. И есть уже гибкая схема работы. Есть запас медикаментов, да, есть планы наперед. То есть, в случае, если увеличение дополнительной койки, да, то есть у нас как бы идет все наперед. То есть, нет такого, что, да, полностью забито, и вы сидите дома, мы, к сожалению, помочь не можем. Это исключено. То есть я могу сразу же телезрители заверить, и у вас в том числе это исключено. Вот единственное, только могу добавить к этому, что люди, которые переносят, она бывает, знаете, как заболел, там появился коронавирус, да, и все, там, срочно в больницу, да. А у него там, ну, проходит в легкой форме. Ну, человек испугался. А койка занята? Ну, не койка занята, да. Ему нету ни от кого он бежит, да, и он, естественно, врач смотрит, говорит, вы, говорит, можете полечиться дома пока, да. То есть вам пока направление не требуется. Вот там, ну, не у всех же там пневмония развивается, не у всех же там есть хронические заливания, которые усиливают это. То есть можно остаться дома, да, и болезнь проходит в легкой форме. Если человек, естественно, там у него появилась там вирусная теология, как пневмония, да, начал развиваться на этом фоне, конечно, его госпитализируют и назначают то лечение, которое необходимо. Вот главное здесь самому жителю, самому человеку, который заболел, не заниматься самолечением. Вот это самое главное, да. Еще такой вопрос. Как вообще депутаты сами по себе, по-человечески пережили вот весь этот период? Я имею в виду, много ли переболело как-то, как вот все-таки корпус, который, понимаете, как принимает решение, вот. Ну, смотрите, у нас... Вы как первый заместитель владеете этой информацией. Ну, смотрите, за каждого депутата я не могу сказать, кто переболел, кто не переболел, потому что это информация конфиденциальная. Да, но у нас депутатский корпус, несмотря кто болел, кто не болел, я могу сказать за себя, я сам переболел. Мы продолжали работу, я в момент, когда я там болел, я также, по-моему, был на заседаниях совета, присутствовал, на комиссиях. То есть, работу свою продолжал. Я знаю, что у вас есть какие-то специальные новости по молодежной политике. Что, интересно, у нас произошло в этом году? Ну, у нас в этом году сейчас проводятся выборы. Уже прошло два года, как молодежный парламент отработал, и могу сказать, что отработал он очень хорошо. Ребята включались в волонтерскую деятельность, помогали как раз депутатам в этом направлении, как раз пандемия показала. И вообще, я очень горд на нашу молодежи, в том плане, что никто не знал, как заболевание. Они первые пошли, многие переболели, почему переболела больше половины из них. И никто не боялся. Это мы говорим о том, что когда-то были герои, сейчас неизвестно, есть ли в наше время герои. И они есть, и они продолжают, имеют место быть. И в настоящий момент они также продолжают волонтерскую работу. И непосредственно с депутатом отрабатывают те заявки. И не только наказы, а оказывают в том числе и помощь, адресную помощь нашим жителям. У нас выборы проходят, избирается 15 человек в молодежный парламент при Совете депутатов. Третий из них идет по спискам, то есть идет по представлениям общественной организации. А 10 идут по рейтинговому голосованию. И комиссия непосредственно утверждает и выносит на Совет депутатов, который утверждает данное парламенту. И парламент наделяется полномочиями и на 2 года продолжает следующую работу. Мы привели по Zoom уже, у нас было и с кем-то даже были очные встречи с членами молодежного парламента. Ребята рассказали о своей работе. Очень отрадно хотелось бы похвалить, что многие ребята, которых я лично, допустим, не знал, они тоже принимали участие в волонтерской деятельности, и помимо этого есть свои проекты. И прежде всего молодежный парламент при Совете депутатов дает площадку реализовать свои проекты, реализовать себя в том числе. И вообще я всегда призываю нашу молодежь быть более активной и вступать или принимать участие в активной жизни общественной организации. Таких, как молодежный парламент, молодая гвардия. У нас есть ряд еще организаций. То есть чем больше ребята активничают, чем больше они занимают, тем больше, во-первых, они могут реализовать себя, первое, и второе, они заняты. Когда они заняты, то мы знаем, о чем они думают. Потому что если им будет какая-то информация падать с стороны, мы не будем знать, о чем они думают. И отображение бывает для них, прежде всего, не очень хорошо заканчивается. Ну, тут, наверное, возникает еще такой вопрос, но молодежь на разное бывает, безусловно, но, возможно, иногда некоторые организации их смущают. Может быть, бы они и хотели бы пойти, но, опять же, все зависит еще от фракции, от каких-то направлений. Может быть, бы он и хотел пойти, но он как-то, может быть, в злой идеологии не совпадает. Я к чему просто веду? Насколько поставлена работа депутатского корпуса, да, по возможности привлечения молодых людей, не только вот как, ну, словно говоря, такой а-ля новый комсомол, да, а чтобы просто вот депутат имел каких-то таких вот молодых ребят-помощников, которые раз-раз быстренько где-нибудь там что-то разузнали, пришли, знаете, такие вот добровольцы, да. Для этого же не обязательно какое-то молодежное прям движение организовать. Не обязательно. У нас и создан для этого молодежный парламент, чтобы ребята, не имея идеологическое направление, они работают с депутатом, членом молодежного парламента, он приходит на все заседания совета, на комиссию, у него открытый доступ, вот, он слушает, взрослеет, понимает, как принимаются разные постановления. А как вот парламент может повлиять на работу депутатского корпуса? Рассказываю, рассказываю. У каждого, каждого члена молодежного парламента, мы его, как правило, закрепляем за депутатом. Вот, и депутат, соответственно, они, когда между собой общаются, он дает свое, высказывает, прежде всего свое мнение, вот, и это мнение депутат может донести на совете депутатов. Если мы проще, скажем так, есть комиссии депутатские, на комиссию он тоже может прийти и высказать свое мнение. Вот, но его не будет мнение учитываться в плане голосования, но мнение он может высказать, сказать, вот, выступить. Такого у нас, у нас такое было. Вот в этом созыве ребята тоже делили своим мнением, говорили, мнение принималось их, они высказывались, да. А какой средний возраст? Или, ну, от до, примерно? Ну, в среднем у нас это где-то, вот, если средний брать, это где-то вот 23-25, вот такой вот. Ну, самый такой, да. 23-25. Есть ребята, там, 18-летний, 19-й, но где-то вот средний 23-25. Ну, это так вот, предел уже такой вот. Возможно, будущие депутаты, кто знает. Мы так для этого-то и каждого резерва. Растим смену. Так это и есть, когда резерв наш, да. То есть они двигаются, ребята, реализуют себя, показывают. Мы же так же все начинали. Не хотят убежать куда-нибудь в Москву? Нет. Нет. А зачем? Живут здесь. На земле, что называется. Да, но здесь интересно. Они дружат, потом, я смотрю, команда создается у них между собой. Они дружат между собой, обмениваются какими-то интересами, вот, и какие-то интересы принимают, развиваются. Площадка. Если так коротко, какие, ну, несмотря, опять же, пандемия, понятно, она над нами всеми давляет, тем не менее, самое успешное, что удалось сделать за 2020 год, и что все-таки не удалось сделать, где вот депутаты могут, ну, сказать, что что-то мы тут немножко недоработали и перенесли на будущий год. Есть такие два глобальных каких-то заявления? Ну, глобальных, наверное, нет. Это текущие вопросы, какие-то есть вопросы депутаты обещают. Если так хочется лучше. Да, не успели вовремя. Я вот сам, допустим, когда веду прием, там, жители говорят это, 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 да. Там вот нам надо вот это, вот это хочется сделать быстрее, но переживаешь потом, почему, ну, иногда бывает не успеваешь. Может быть, какое-то есть направление, где вот не получается, пока не успеваем, может быть, не хватает каких-то ресурсов. Да нет, такое мне сложно сейчас сказать. То есть работа в планах? Работа плановая, двигается. То есть провала, прорывает трубу, быстренько приедут. Ну, вы знаете как, у депутата начинается следующий предвыборный срок с того момента, как он избрался. Поэтому он сам заинтересован реализовывать наказы избирателей с того момента, как он избрался. Отрабатывать эти наказы. Плюс те наказы, которые поступают в процессе его работы. Тогда такой вопрос. Планы на будущий 2021 год. Опять же, если не брать, так сказать, серьезно, так не смотреть глупо на пандемию, все-таки что хотелось бы в 2021 году сделать? Ну, во-первых, всем пожелать здоровья, это прежде всего. Во-вторых, это все-таки я бы посоветовал, ну, это мое личное мнение, я бы посоветовал жителям начать прививаться, делать вакцину. Это второе. А третье, ну, вы знаете, наверное, осуществить все те задачи, которые мы запланировали в этом году, запланировали на будущий год, чтобы они реализовались. И у нас все-таки год будет немножко сложноват тем, что у нас будет выборы. Выборы в областную думу в сентябре месяце, выборы в Государственную думу. И мне бы хотелось бы, чтобы жители сделали правильный выбор. Жители могут подписаться на наши социальные сети, там вся информация выкладывается. У нас, кстати, вот в партии «Единая Россия» ведется еще отдельная платформа, такая как избиратели-депутаты. Жители могут посмотреть, зайти в работе депутатов. Там именно вот фракционная работа. И депутат освещает эту работу даже более активно, чем социальные сети. Ну, в любом случае, планы большие. Помимо, надеюсь, выборов, трубы будут работать, дворовые территории будут под надлежащим контролем, и дороги тоже не останутся без вашего внимания. Ну и, конечно же, всем здоровья. А у вас есть возможность, краткая правда, всех поздравить с наступающим Новым годом. Наверное, от имени всех депутатов, я так думаю. Пожалуйста. Уважаемые люберчане, разрешите мне от Совета депутатов, от себя лично поздравить вас с наступающим Новым годом, с Рождеством. Пусть следующий год вам принесет крепкое здоровье. Это самое главное, что нам сейчас необходимо. Семейное благополучие, конечно же, любви. Если у нас не будет любви, и любви не только к близким, но и к друзьям, гражданам, к товарищам, то нам будет немножко сложновато общение и сложновато принимать какие-либо решения. Поэтому, прежде всего, здоровья, семейного благополучия и любви. С праздником, выступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Ну, а мы от всех зрителей то же самое придаем депутатскому корпусу, чтобы Новый год все встретили, отметили, а потом продолжили работать. На благо городского округа Люберцы. Первый заместитель председателя Совета депутатов городского округа Люберцы Александр Шлопак был гостем нашей программы. Спасибо вам большое. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова